А кто такой мокренький пришел? Кто такой пришел мокрый? Номик наш, посмотрите! Ой, какой мокрый! Какой холодный! Ой, как рысь какой-то делает! Что такое? Так, кто-то еще? Так, банда! Кто куда? Кто куда? Так, это капугайчики! Ну я быстренько! Кишечка, помолчи немножко! Да, рыжик, это для тебя как раз белый ковер! Давай! Друзья, всем привет! А ну, не тряс от меня! Уже штаны мокрые сделал! Кабась! Вы на канале Сельчанка в Америке! Что хочу я показать, друзья? Что мне не нравится? Мне не нравятся эти шторы! Это я не так думала! Они длинные! Ну, можно укоротить! Я не хочу! Дальше! Не знаю! Я хочу, чтобы были вот такие сборочки! Здесь две шторы и здесь две! Но он хотел только что царапать кресло! Вы представляете? У них есть... У них есть... Куда уже пошел? Ну, нельзя! Нельзя! Нельзя царапать! Да, вот это так! Столбик нужно снизу принести и поставить, чтобы они здесь точили свои когти! Хочу сдать эти шторы, поменять на какие-то мягкие, более мягкие! Я хочу, чтобы были вот так возле колец вот такие штучки, видите? Их невозможно сделать! Вот! Мы их и поутюжили, Марико, но они такие твердые! И вот их здесь две штучки! Уже поставила столб! То... То вот так! Не знаю! Да, пришел! С работы пришел! Нужно любимое дело сделать! Все! Так быстро! Кресло не нужно трогать! Нет! Ну, Руля! Нельзя! А, Мона, я так думаю, друзья, что можно купить такие чехлы на кресло и на этот диван. Пока он новый, допустим, ну, в такие будни, а там, когда какой-то праздник, что-то такое, то можно убирать. А так пока застелить, чтобы не так пачкался. Да, вот видите, гном уже стал лапами, уже мокрый, потому что с дождя пришел. Да, подушечки будем, друзья, менять, идти на низ пойдут. Вот так. Не так я хотела шторы. Вот так. Такой холодный ветер и дождь был. Да, сегодня вечером уже буду цыплят ловить и в сарай запихивать просто. Привет, привет, красавица. Вот такую курочку что-то села. Вот-вот-вот как летает, смотрите. Видите, как далеко? И полетели туда. Павлинчики наши. Ох, как холодно. Несу им яблочек. Такие кислые, зеленые. Гусаньки мои. Приветики, смотрите, какая, друзья, сразу у нас здесь грязь. Просто. Ну что, как делишки ваши? Расскажите, гусаньки. Никакой хищник не приходил? Никого? Не утяг, не увлек, не съел, не убил? Ну, курочки, смотрите, не идите туда. Сегодня уже я буду закрывать сарай. А то вот так был открыт. Будем закрывать, чтобы вам уже было тепло. Смотрите, я говорю, они стоят, слушают. И даже к яблокам не идут. Пошлите, я насыплю вам яблочек. А затем принесу пшенички вам. Хорошо? Пошли, цыпинки. Гусаньки. А вы заходили, Сара, или так спали? Я же за гусей тоже переживаю. Саренька, чтобы никто и гусяку не похитил, так? Какое-то перье одно. Мне кажется, все, ничего нет. А ну, давайте, яблочки. Клюйте, ну. Давайте. Это Тамичка наш. Тамичка. Как вы заметили, друзья, кто заметил, уже того петуха нет. Мы убрали. Остался вот один рябой великан большой. И еще рябенькие. Вот там два рябых осталось. Но они пока не бьются, ничего. Ну, мне эти мараны, ну, до чего же красивая форма их. Смотрите, какие они. Какие у них толстые шеи, друзья. Смотрите, и длинные. Вот эти курочки такие. Ой, красавицы, какие гордые они у нас. Такие необычные, да. Да, гусеньки, вы, само собой, красивее всех, да. Пшенички хотите, да? Сейчас принесу. Здесь была. Мы закроем. Что, вы, сынки? Что, мои хорошие? Что, так хочет что-то рассказать? Рассказать. Рассказать. Ой, пальчики кусает. Рассказать. Как спалось. Кто храпел. Все замечательно, да? Мои красотули. Идем за пшеничкой. А вот это пораненая курица, видите? Вот. Ну, ничего. Заживает. Все нормально. Так засохло. Все затянулось. Не знаю. Наверное, перья уже там не вырастет. Томичка, а ты теперь здесь хозяин. Да, мой красавчик, да. Лапочки нужно, кто-то писал мне солидолом помазать. Все забываю. У нас же здесь у Гены. Мы Рексу мазали, Оланды уши. Летом от мух. О, а сестричку маленькую нужно увидеть. Цыпулька, девочка моя. Красотуля, иди сюда. Цыпо-цыпо-цыпонька. Живая она, здоровая. И очень симпатичная. Очень симпатичная девочка. Такая дамочка у нас. Находка наша. Кто-то писал, назовите находка. Да. Наша находка. Ну, я не буду открывать. Смотрите, какая она фигурная. Какой у нее хвостик кверху. Какая она модненькая такая. Да. Пускай посидит еще, потому что не привыкла, знаете. Только ночь. Еще где-то убежит туда, к лесу, и что будет. А дамы все зашли за мной. Да. Все за мной пришли. Ну, нельзя клеваться. Нельзя красотой. Нельзя. Холодно, да? Ну, им-то не холодно, а это как раз хорошо. Не жарко. Насыпала с этой стороны, где более-менее сухо, где нет грязи вот такой. И сколько, знали бы вы, сколько Гена сюда раньше привозил тачек песка, друзья, с того участка другого нашего, где гора там такая, с камушками такими. Ну, все равно. Ну, посмотрите, сколько птиц это же. Ой, опоздали, опоздали. Быстренько! Ничего. Грустенький массаж делаю. Что? Холенька! Что красивый мой? Пушистик какой мокрый, где был уже? Ой-ой-ой-ой, под дождем, на работе. Тоже, иди в сарай и сиди. Вот какой петух большой. Ну, гуси воспитывают, Диму, я смотрю. Кто-то писал, друзья, не хотим ли завести индюков. У нас были индюки. Были у нас Петриша, Лэнди, две были. Помните, кто со мной давно были? Но они очень били кур. Это просто было. И между собой две индюки у меня было. Две индюки и индюк. Они между собой бились просто до крови. Что одну клетку было вынуждено сажать, и потом другую менять. То выпускать, а то сажать. Я их продала фермеру, у которого есть индюки, поле. И больше я не хочу. Ну, я переживаю за гусей, чтобы они не обижали. Но пока вот нормально. Смотрите, как они слушали, как я говорила. А те просто, ну, так били, что ужасно били, обижали. Смотрите, какие же красивые. Вот, маранчики. Надя, смотрите внимательно ваши цыплята. Какие красивые. Гусяк, да, я про тебя, гусяк. Да, да, да. Ты красивый. Ты красивее всех. Ты царь во дворе. Да, стоит, как ребенок. Кушай, мой хороший, кушай. Ну, они вот так клюют, друзья, но оно не больно. Это уже увидели, птица полетела, головы перевернули. У них такие клювики, дзебики эти, они не острые. А такие, видите, какие круглые. Ну, щепнет там немножечко. Там просто за перья и все. Просто стоят, слушают и все. Как дети. Что, вы меня понимаете, гуси, да? Сейчас пойдем туда уже, в той дворик. Пойдем. Траву будете кушать. Да. Идем. Это птица летает. Смотрите, как пошла смотреть. А яблочки не кушают, потому что нужно разрезать их. Да, у меня есть ножик здесь. Я им сейчас их разрежу, и они сразу понедят. Так как горбузы я резала. Да, можно еще купить. Даже если по доллару. Сюда ножик вставляю себе по доллару. Даже можно где-то штук 50 взять, да? На 50 долларов. 50 горбуз. Знаете, как они наедятся? И оставить, допустим, их вот туда в сарайчик сложить. И зимой даже давать, чтобы были витаминочки. Вот красивая, пепельная, смотрите, тоже молоденькая. Цесаронька кушает, тоже есть. А кто это у нас так красиво лает? Ой, Рексик. Ой-ой-ой, увидел соседа собаку. И бандуща такая. Я вам скажу, не очень они едят. А знаете почему? Потому что они кислые. Но все равно съедят. Ой, как мы красиво лавим. Все, гусоньки, идем. Идем, красотульки. Вот посмотрите, друзья, насколько Тами, петушок, он понимает, что уже того петуха нет у бандита, который его обижал. Смотрите, он ходит вместе с курочками. Уже не убежал вот туда сразу. А то я приходила, а он вот там уже стоял бедненький. А уже это только второй день. И он уже почувствовал. Если бы он его не бил, если бы он жил дружненько, никто никого бы не отправлял в кастрюлю. А так, вы видели сами. Он и кур очень клевал, тут петух, я не знаю почему. А Тамечка вот пока нормально. Но даже если бы дни нормально, это штами. Пошли, гусоньки, пошли. Пошли тихонечко. Вода есть. В колюжах даже есть. В колюжах, в лужах. Пуленьки, пошли травку кушать. Пошли сюда. Пошли, пока не видит никто. Гусоньки, идем. Лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю. Давай, быстренько. Да уже бегут. Выходи, выходи. Гусинда, давай быстро. Смотри, сколько ты за собой привел. Мыться будете или нет? Шампунь нужно? Полотенце? Нет? Все, холодина у нас, холодина. Ну, еще, я думаю, будет потепление. Но сейчас просто моментально все листья уйдут, потому что дождь, ветер и холодно. Все осыпется. Ну, на то оно и осень. Так, в осень мы спустили. А что там внутри? Не знаю. Еще не мыли, потому что дожди и холодно. Целую неделю будут дожди, говорят. Пускай стоит. Еще ж будет такая погода. У-у-у-у-у-у-у-у. Сколько здесь работы. Ну, здесь керхером, говорил Гена, прошвашер тут такой, что я стулья мыла. Той штучкой помыть. Просушить. И все. Помыть вот в таком виде. Потому что, когда у нас был... А, этот же, да. В прошлом году Гена его мыл. И он его разобрал. И тогда мыл вытирал. И говорит, очень было неудобно. Так что вот в таком виде его нужно будет помыть. Это все с листьев, видите, такое желтое. Листья раскисли, растаяли. Всякие цветочки. Ну, зато покупались хорошенько. Русаньки уже сейчас будут уже купаться. Сейчас уже готовятся. Ну, уже за мной идут. А я хочу сейчас поехать, друзья, в город. Заехать до Катруси. Там, говорит, ведро она собирала отходов. Курочкам завезу. И заодно заеду в магазин ЛДИ. Покуплю что-то мне нужно. Крем-чиз и сливки. Может быть, трубочек напеку. И роллы, может быть, сделаю. И что еще хотела. И заеду в Хомгудс. Сейчас заскочу. Уже сидит, как королева, смотрите, в бассейне. Ой, застеснялась. В Хомгудс посмотрю другие шторы. Конечно же, покажу вам. Хочу более прозрачные. Но пока эти не буду снимать. Пускай висят. У меня ресит есть. Упаковки есть. То их можно знать. Красивенько сложить. И все. Это же не одежда. Я же ее не носила. Так что посмотрим, какие будут лучше выглядеть. Все, друзья. Кофеечек попила. Одеваю вот эту кофточку уже. Потому что очень холодно. Ну, тапочки снимем. И буду ехать. Представляете, у меня сегодня еще все спят. А я быстренько сейчас убегу от всех. Шутка, конечно. Но то, что все спят, то это не шутка. Суббота, выходной. Дождик. Пускай спят. Я всех покормила там и все. И еду. Смотрите, как уже листья опали. Ух ты. Просто. Вчера ехала, еще было не так. Да. Живем мы, друзья, за городом 30 минут, 35. Смотря куда ехать. 20 минут. Может быть, кто-то новенький не знает. Такая дорожка у нас. Такая дорожка у нас. Какая замечательная погода. Хорошо, когда и дождик, когда и солнце, когда и снег. Ну, я зиму-то люблю. Когда идет снег, так красиво, так. Хотя ездить опасно, холодно. Кормить моих птичек очень неудобно идти. Холодно. Но все равно замечательно. Уже я подъезжаю в город. Сначала заеду в Алди, покуплю, что мне нужно. Крем-чиз и сливки. Ну, вы только заметьте, что мне нужно. Может быть, что-то новенькое, какие-то там посуды. Не знаю. Ну, то, что не нужно, не буду брать. То, что нужно. Я всегда покупаю все то, что мне нужно. Уже я в магазине, друзья. Вот шторы в Алди тоже есть. Но, видите, здесь по одной. 10 долларов. Такие, как длинные, такие мягкие. Кроссовки женские были по 13, сейчас по 6,50. Вот такие. Ботинки по 3,59 размер. Смотрите, какие ботиночки. Большой размер. Цвет красивый, такой неплохенький, да? 3,50 последний. А, ну, еще есть. 7 и 10 есть. А, и рябушки есть. И восьмой есть. Есть, да есть. Вот такие. Ну, я их не знаю. У меня их достаточно. Так, восьмой. А, нет, эти уже по бутсакс. Но, это не они. Это что-то здесь переставили. Такие по 13. Чеботы, резиновые сапоги. Сколько они? 15 долларов. Такие, курочкам ходить. Мои многие всегда, когда эти чеботы, друзья, беру. Вот там хорошо. А здесь вот в лодыжке постоянно узкая, толстая нога у меня. И оно мне не пролазит. Такие чуники, чеботки у меня есть. Тоже классненько. Тепло ходить. Так, зачем я приехала? Они по 10 долларов. Сливки я хочу здесь. И что? Крем-чиз. Ну, это краса только такая. Ну, без нее можно прожить, да. Так что не буду покупать. Все обычное. Эти листики еще не на скидке. По 10 долларов. Так и есть. Че-то ничего не приглянулось мне. Такая сумочка. Думаете, дома нету есть? Забываю я их брать. Здесь нету пакетов в этом магазине. Нужно покупать. Вот такая сумочка есть побольше. 99 центов. Это 69. Я взяла 4 авокадо. Не хочу тележку тянуть до машины, чтобы назад возвращать, то я сразу в сумку. Сливки 4, не знаю, 60. Так, сахар 3, 0,5. Раньше был, я помню, 1,50. Растительное масло 3. Тоже что-то. Не знаю, наверное, дома уже мало, то чтобы не было такого, что закончилось. И смотрите, сколько крем-чиз. Я взяла 10 пачек по 1,39$, потому что мне на роллы нужны, затем в трубочке нужно, в крем. И чтобы так всегда был крем-чиз в холодильнике, потому что мы любим его мазать на хлеб, пить с чаем, с кофе. Девчата тоже любят. Так как молоко нужно, чтобы было в доме, так и крем-чиз. И, кстати, молока я не купила, потому что есть. И выхожу вот с такой сумочкой. Тележку я оставляю здесь, потому что я ее взяла чей-то копейкой с квотером. И оставлю, пускай кто-то тоже берет. Едем дальше. Ой-ой-ой, какой дождик. Друзья, я уже в Хомгутс. Как же я люблю сюда ездить. Я просто не знаю. Ну, посмотрите. Ну, как это может кому-то не нравиться. Ну, конечно, мужчинам, да. Ну, а так все такое красивое. И уже у меня в тележке. Смотрите, что стоит. Она мне очень нравится тем, что вот это такое ровненькое. Ну, было бы красивее без ручек, но мне тоже и понравилось с ручками. Они были 17, сейчас 15 долларов. 3 доллара скидки на клиренс. Две штучки есть. Я две и возьму. Я уже смотрела. У них можно пюре. У них можно даже на лестничке будет красиво вот так маслицем залить. И будет красивенько и вкусненько. Вот какая классная штучечка для пая. Смотрите, ой, красота. Ну, это не буду покупать, негде его ставить. Вот, допустим, вот такие миски есть. Видите? Ну, у меня они круглые. Есть у меня такие. А что-то мне нравятся такие квадратные уже. И эти тоже круглые. Но не квадратные. Я не так... Надеюсь, вы меня поняли. Вот это здесь ровненькое, чтобы было бортики такие. Вы знаете, я в теплой кофте, в теплом платье. И уже жарко. Уже нужно снимать верхнюю кофточку. Потому что тепло в магазине уже, видимо, включили. Тоже классные такие. Но 8 долларов. Они такие маленькие. Настолько красоты, что... Не знаю. И все новое везут, и везут, и везут. Вот красивые тоже с ручками такими. Сюда можно... Да, все что угодно. И нарезку. И салат, и... И роллы. Все, что хочешь, можно то... И можешь употреблять. Вот красивые такие. Все красиво очень. Смотрите, уже я вот нашла такие шторы. Они были 20, сейчас 9. Ну, я не знаю. Здесь длина такая же на 95 иншов. Ну, они такие вот, как идут. Двойные. Может быть, я возьму, посмотрю. Ну, и еще сейчас... Ой, какое красивое зеркало. 400 долларов. Сейчас еще зайдем. Вот здесь есть отдел такой и с шторами. Смотрите. Вот какие всякие есть они-то я. Я хочу, чтобы было на кольцах. Есть здесь, что вот так просто. Вставлять карниз. Ну, я-то их закрывать же не буду. Это же не спальня. Такие по 19. Вот прозрачные с такими. Я думаю, что это такие в детскую комнату, да? Для девочки. А так... Такие так... Столько их много, что невозможно посмотреть. Так. Это на кольцах. А, нет. Смотрите, как втянуло, что не вытянул. Они тоже идут двойные. А это кто-то уже их доставал. Смотрите, как их... Как бы глянуть. Такие 30 долларов за короткие. Короткие. 84. Такие, как у меня были. Соответственно, они это делают в комнате, чтобы было темно. Эти не подойдут. Потому что короткие. Вот сколько их есть. Все на 84 длина. Мне нужно 90. Я взяла вчера 96. И очень длинные. Но я не знаю, есть ли такая... Да, 96. Есть ли длина 90? Может быть и нет. 84, 84, 96. Ну, можно взять 90 и просто... Ой, какие классные такие. Немножко подкоротить, да. Подшить. Как они идут у нас на кольцах? Нет. А вот на таких колечках, да. Такие белые, прозрачные. Чисто белые. Может быть, эти лучше смотрелись бы. Вот такие есть. Какая длина их. Здесь сразу идет набор 4. 30 долларов. Не вижу длину. Как же много, что невозможно хорошо посмотреть. Вот как они. Ну, на 84, как всегда. Короткие. Короткие. И здесь 4, 4. Хух. Тоже 84. И вы знаете, я была в GCP. Я была в... Где я еще смотрела? В Мэйсис, наверное. Нету штор. По онлайн нужно заказывать. Я не хочу той онлайн. Я хочу вот так посмотреть. Так, видите, не люблю, что не на колечках. И такие вот мне не нравятся. Такие себе. Вот такие мягкие. А насколько? 19. А длина? 96. Такие желтоватые, молочные. Но красивее, когда белые. Хочу. 84. Эти вообще 102 уже очень длинные. С листиками такими. Но эти листики за неделю просто надо я. Для глаз уже они будут мешать, мне кажется. А вот. А, 95. Да, видите. 84 и сразу идет 95. Нету так, чтобы было 90. Это, наверное, я такие взяла, да? Посмотреть, как они будут. Ну. В тележке у меня там, наверное, такие. Может быть, еще какие-то одни. Это что? Это уже, наверное... Да, это просто поперечка такая маленькая. Еще бы столик взять какой-то между стульями, да? Найти. Ты еще шторы не нашла, Наташа. Уже столик. 84. Нету такого магазина, чтобы они так хорошо висели, чтобы ты посмотрел. Так что, вот из чего нужно выбирать 96. Вот такие мне нравятся, вы знаете. Такие нежненькие. Может быть, они будут и красиво. А вот есть такие. Эти очень твердые стоят. Они так нехорошо. Остальные вот эти. Они будут очень рябые. Уже на коленях стою. Вот такие, да? Эти уже слишком. А вот если эти, то будет так себе. И другое оно. Качество 96. Они длина 96. Эти вообще как бант когда-то. в детстве. Помню. Ну, эти будут желтые такие. Ну, тоже леные, красивые. Так. Все. Это голубые вот какие-то. Такие хрубые. Эти можно. Ну, что же делать? Наверное, я возьму вот эти посмотрю. Возьму две пары. Такие посмотрим. И вот такие. Какие будут красивее. А уже по длине, то буду... Что ж буду? Буду делать. Укорачивать, если что. Если будут длинные. Конечно, что будут. Потому что сейчас висят длинные такие. Длинные 96. Так, а это что у нас коротенькое? Это поперечка, наверное. Да, сверху просто там. Так что, будем смотреть, как оно будет, друзья. Как будет смотреться вот такой набор. Ай-яй-яй. Они вот на этом. Ну, возьму. Ну, возьму, посмотрю. Вот, может быть, оно будет и красиво. Видите? Вот так смотрится. А я люблю, чтобы было... Чтобы было вот так. Может, оно еще и красивее так будет. Не знаю. Возьмем. Эти более желтые такие. Они двойные. Видите? С этой стороны белые. А эти более светятся такие. Так что... Возьму два набора. И посмотрим, какие лучше будут подходить. Уже тележка. Это заехала за шторками. Полная тележка уже. Эти тоже красивые. Вот здесь они двойные. Ну, 84 они. Длина коротенькие. Это такие 84. Они идут в апартменты. В квартиры. Так. Не падать, пожалуйста. Здесь нам. Все, чтобы было хорошо. Так. Думаю, уже буду идти на кассу и ехать дальше. Какая погодочка у нас. Я уже, друзья, еду домой. Но решили, Гена, приедет сюда. И мы здесь встретимся. И выберем карпет на ступеньке. Где у нас там на низ идти. И мы будем новый застилать. Потому что тот был очень старый. Там Рика такую пахнючку какую-то купила. Ванила пахнет. Магазин Минарц здесь будем покупать. Он ближе к нам. И здесь цена одна. Ой, вещь одна и та же. А в других магазинах будет дороже. То мой Минарц. Я люблю этот магазин. Такой строительный. И вам скажу. Такая погодка. Так хочется быть дома и лежать. Ну, я решила. По своим делам поездить, да? Так что идем. Я уже сижу, жду Гена. Он уже подъезжает. Уже украшают на Рождество. Но елок еще нет. Видите? А мебели так и стоят, друзья. Так и есть дорогие. Я не знаю, почему так дорого. Не скидают цену. Ну, таковы у них правила. Так что. Сейчас еще здесь. Выберем. И поеду домой. Наверное, буду спать. Это я только так говорю. Сейчас что-то придумаю. Найду работу. Вот этот уголочек стоит, но на его нету цены. Кресло это вот 300 долларов. А там, видите, уголок. Вот. Он стоил 1100, наверное, раньше. А почему нету сейчас цены? Или она упала? Или что? А, да, есть. Вот упала. 1000 долларов. Так и есть. Был 1300. Сейчас 1000. Ну, если бы за 500, я бы его купила. Можно купить здесь диван. Вот. Я купила по интернету, да. Можно купить в магазине. Но про что я говорила, друзья? Вот про эти штуки. Люди берут и сюда садятся. Говори, не говори, но все равно. И оно просто со временем очень портится. И очень некрасиво получается. Эта подушечка, наверное, не сюда. Она не... А, нет. Значит, к этому креслу. И вот такие, с такими подушками тоже. А почему? Потому что уже у нас они были. И уже мы знаем. Они вот становятся такие старые, некрасивые, вмятые. Так, 300 долларов это кресло. 300 долларов это уже когда ты отошлешь ребейт. А так 336. Такое большое. Вот этот диванчик красивый. Мне нравится. Но если было бы вот без этой подушки, а чтобы здесь просто была спинка. 337. Ого! Неужели он такой дешевый? Нормально. Такой диванчик. Да. И такой маленький. Не занимает много места. Может быть, он еще и раскладывается. Как кровать. А, нет. Да, красивый. 426. Вот такой, как кресло. Это диванчик. Дед Мороз пришел. Все, сразу все, на кресло качаться. Что, берем? 578. Удобно ей? Что-то она делает, не знаю. Я думаю, она... Ноги здесь открываются. Эта штучка светится. Ага. А здесь для ногу. Эта штука такая. Эта штука такая. Для чего? Сюда пальцы засуну. Может, массаж делает? Может. Что, идем выбирать? Идем и едем домой. Вот массажное такое кресло. Да, в моле, чтобы массаж делал такое кресло. 5 долларов, да? Да. Приходи каждый день. А где ценагин? 900 долларов. Да. Пошли, идем. Может быть, нужно скидать кроссовки, ты не снял. Это же пробная, типа. Это же пробная. Да, я веду шел первый раз. Ага. Сля. Сдавлю их плечи, сдавлю их вот тут, а все, короче. Нормально. Да, берем, все берем. Вот смотрите, какой диванчик. Я к труси сфотографировала. Но она хочет светлый. Ну, смотрите. 220 долларов, вот так, 23. Такой диванчик, это просто, ну, красивенький. А вот этот маленький, 150 долларов. Подушечки пришитые. Кресло. Говорит, поломается, кто его будет ладить. Ты все поладишь. Все, выбираем, выбираем вот такие цвета. Это на ступеньки можно. Можно и в офис, можно. Сейчас туда доллар скидка показывает. 79 центов за Скорофит. Сколько нужно нам Скорофит, Ян? Доллар девятнадцать был он. Нам надо 3 метра ширина и 23 длина. Вот такой серенький, красивый. Хит. Не метровый хит. Ага. И не светлый, и не темный. А вот такой у нас был. Сейчас покажу, он уже мне противный. Вот такой. Нормальный. Вот, а, сверху, сверху. Да, коричневый, но уже надоело. Уже нужно какой-то другой. А то может надоесть. И по-моему, как можно. Да, как может надоесть. Глазам надоело, и все. И вот берем такие штучки. Нужно, где идет воздух. Вот это в тумбочки, чтобы не стукали. И вот это, откуда идет тепло. У нас снизу оно идет. И эти штучки у нас уже старые. Желтых нету, но Гена покрасит. Он на это спец. Что им? Сколько? Да. Какой выбор? Да. Вот сколько хочешь, выбирай. И там вот сколько выбора есть. Там мягкие такие всякие. Комнаты в спальне. Так. Все. Ищем работника. Да, да. Берем этот, он серенький, светлый такой. Будет красиво. Он не белый, чтобы там пачкался. Мы же там взутые не ходим. Вот этот. Вот как классно опускается. Смотрите на кнопочку ножа. И едет, какой тебе нужно. Вот он какой. Смотрите такой. Все. Отмерили. Вот две таких полоски, качалки. На кассе уже скажу цену. И еще нужно, чтобы подстилка такая была. Пошел Гена еще туда выбирать. Под низ подстилать. Когда крепить этот. Такие всякие. Такие офисы. Всякие делают. В клинике, в поликлинике. Какой хочешь. В церквях американцы такой застилают карпет. Вот подороже. Такие тепленькие, мягкие. Но оно со временем вытаптывается. И где ты ходишь, просто дорожка такая. Знаете, по бокам будет оно мягкое. А может быть, вот этот не будет. Хотя тоже мягкий. Эти штучки уже, наверное, в гараж можно. В спортзал, где есть в доме. Делают себе такую комнату, где занимаются. Вот такие. Это уже для детей. Мягкое такое, хорошенькое. Вот какой хуже. Отрезал. Отрезал. Такую штучку мягкую. О, ламинат есть. Я хочу посмотреть. Вот какие ламинаты. Здесь как пол. Смотрите, даже не скажешь. Как доски будто бы. Его легко очень мыть. И вот как досточки такие. Так, 89 центов за Скарафит. Есть. 50 центов есть. 59 такой белый, светлый. Самый дороже, то это сколько? Доллар 23. Доллар 23 вот такой, как камень. Скарафит. Как же сказать? Я не знаю, сколько будет это в метрах. Скарафит. Один. Это тоже какой-то. А, это утеплитель, который идет уже под ламинат, наверное, здесь. Насколько я понимаю. В таких вещах не разбираюсь. Так, друзья, заплатили мы очень хорошо. Вот за эту подстилку, подкладку эту 20 баксов. И за две качалки карпета 55 или что, да? И вот такие штучки. Ну, конечно, карпет на скидки. На сейле был. Так, он доллар 76 и доллар скидка, то 0,76. Ага, супер. И эти штучки, которые для пола, они были 50% скидки. Они были по 14, я взяла по 6. Так, то все, Ген, я еду. Заберешь мой свитер вот там в тележке. Свитер. Кофту мою. Все, еду, друзья, домой. И, конечно же, еще 15 долларов ребейт. Ребейт, вы знаете, скидка такая, которую я всегда вам рассказываю, нужно отправить по почте, вот что я имела в виду. Эти штучки, они дорогие, стоят так, там побольше немножко размер, то те 17, а эти 16, наверное. Но я за 6,50 или что, на скидке были. Ну, представьте, наполовину. Так взяла две, а так было одно. Так что все, едем, друзья, домой. Все, приехали мы домой. Я уже поменяла вот такую штучку. Смотрите, она открывается. Вот здесь такой идет. Можно закрывать, можно открывать. Не могу одной рукой. Да, сейчас. И вот уже поменяла. Видите, у нас здесь было такое старое. Но мы его покрасим уже в понедельник, потому что сегодня не когда. И это такие штучки, где она взяла, чтобы тот карпит прибить. Смотрите, как она. До. И потом покажу после, как будет. И витаминки. У него была чистка зубов в пятницу, да? И там вот такие витамины давали бесплатно. Мужские, да. Иммунитета. Мужские, мужчины, мужчины, женщины, женщины. Бесплатно. Мультивитамины такие в таблеточках. И смотрите, какой виноград. Это нам передали виноградик такой. Классный сок, да? Фермерский, да. У нас такого нет. О, сладкий, просто мед. Совсем другой вкус. Угу. Синий, конечно. Это какой-то коричневый. Да, да, да. Ну, хорошенький. Так, здесь лежит карпит. Сейчас, может быть, попробуем. Еще попробуем. Будто бы я его буду складывать. Или прибывать. И взяла вот такую швабручку. Обычную мычпол. Потому что поломалась у нас, знаете, та паровая была такая. Такую я взяла. 15 долларов она. Так. И что себе еще я купила? В Хомгутс вот такую красоту. Соль и перец. Ее насыпать. Это просто подставочка для горячего. Вы услышали вздох, да? Это купила в Гудвиле. Заехала за 99 центов. Тоже. И это в Хомгутс взяла такое для ложечки. Ну, этот пока я так положила. Эта штучка, это уже нужно убрать. Да. И еще за телефон скажи. Вот мой телефон. Угу. Друзья, у меня был телефон. Мне Давид его покупал. Samsung Galaxy 21 Ultra, там, не знаю какая она, но у меня 200 с копейками памяти было. И он у меня когда-то упал, я с трака приехал, открыл дверку, он с кармана выпал и вот треснул, экран треснул. Но он работал, все, то есть трещины и не было видно. А потом со временем когда-то... Начал включить. Не-не, так ну, да. Но батарейка хорошая была. И тут он резко, вот я два или три дня назад, такая просто полоса. На весь экран. И все. И там где эта полоса, ничего не работает. Точет скрин не работает. Ни стрелочка, ничего. Ты не можешь ни напечатать, ни удалить. Что интересно, говорю, надо посмотреть там, поменять телефон, купить. Думаю, куплю такой самый. А Давид взял, посмотрел на их сайте. Если я им возвращаю тот, который такой как есть, поламанный, то Samsung мне продает вот этот 23. Самый новый. Самый новый. Samsung мне продает за 600 долларов его. А в 100 день? И, друзья, что интересно, прям ты едешь в Best Buy, кто в Америке живет, знает такой магазин Best Buy, там электроника, все. И прям ты там... В тот же день забрали, да? В тот же день сразу на интернете он там оформил, поехал забрал и все. Поняли? О, круто. А ты уже тот отправил? Уже Давид отправил, да. В общем, получается 600 долларов. У меня не было ни страховки, ничего. Если бы была страховка, все было бы по-другому. А так это без страховки. Так что вот так. 23. 200 с копейками. А сколько так стоит без телефона? Даже не знаю. Ну нормально стоит. 1200. Наверное. Ну, в общем, вот так. За 600 долларов. Поняли? Угу. Классный телефон, где Наташа пробовала, говорит, и видео классное. Да, лучше снимать, меняемся. Ну классное. Самсунг мне лучше в употреблении. Это как маленький компьютер. Он для видео. Вот такие айфоны. Молодежь хоть на их перепадает, на тех айфонах, но чтобы что-то там загрузить, скачать. Для них они любят. Это мусор. Самсунг и бомба. Да, потому что у нас и мы их любим. У меня тоже Самсунг. Да, он легче как-то. Ну что, все. А, что еще купила? Что еще я себе купила? Вот взяла в душ-кабинку, чтобы ставить. Помните, я покупала стульчик деревянный? Он очень большой. Я хочу ставить шампунь. Вот такую взяла железную. Посмотрю. В уголочек поставлю себе. Так, друзья. Хочу сказать вам по поводу гененной операции. Многие спрашивали, сколько стоит, сколько нужно заплатить. И вот пришел нам Билл. За операцию 7885 долларов 93 цента. Ну, можно сказать, 8 тысяч, да? И отдельно пришел другой за анестезию. Это наркоз. То наркоз 700 долларов. Да. Здесь 8 и наркоз почти 109 тысяч. Ты лежал в больнице сколько лет? Две ночи я ночевал. Две ночи, да. Ну, и еще операции. Это, я думаю, уже все пошло. И операции... Я думаю, что если все вместе, там... Ну, три дня может все вместе. Но я все равно, я думала, больше. Я думала, 1050 будет, 1050. Ну, да. Потому что цены, да, и... Ну, и плюс же, ходил... Тут еще, наверное, не пришло... Вытаскивать трубку тоже, что это все... Думаешь? Я думаю, что придет тот человек, а у нас не входит сюда. Да, потом придет. Да, оно же через 2 месяца. Да, 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 да. Так что, ну, вот так. Такие вот цены, расценки. Говорю, потому что многие спрашивали, интересуются, как в других странах, сколько стоит, сколько у нас. Соберите. Всем спасибо за просмотры. Всем пока-пока.